Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшний вебинар будет посвящен обзору продукта ANSYS Minerva, новой SPDM-системе от компании ANSYS, которая пришла на замену ANSYS-U-EKM. Меня зовут Алексей Ковязин, я являюсь инженером технической поддержки компании GAE-Expert, которая входит в группу компаний PLM Ural. Наша компания занимается поставкой и внедрением технологии ANSYS в России и странах СНГ. Сегодня мы разберем основные возможности новой системы и в конце я продемонстрирую пример реализации. Итак, приступим. Сперва я предлагаю разобраться, откуда вообще появилась Minerva. То есть продукт SPDM у ANSYS-U был, и это был EKM, который впервые появился вместе с релизом Workbench 2.0 в 2009 году и позволял на уровне подразделения предприятия решать проблемы пользователей, связанные с организацией хранением данных, данных расчетов и повторным использованием результатов предыдущих расчетов. Однако часто EKM становился вещью в себе, таким черным ящиком, куда просто скидывались данные и редко использовались. И EKM был также сложен в настройке, были проблемы с интеграцией с PLM-системами, и в результате переосмысления всех этих проблем компания ANSYS переработала эту систему и представила новую версию подхода к SPDM. Представила систему ANSYS Minerva, которая построена на базе платформы Aros, используя их технологии. Возникает вопрос, что за компания AROS. Это такая темная лошадка из мира PLM, одна из самых быстро растущих компаний в этой индустрии, занимающая в 2019 году шестое место по объему продаж. Предоставляет пакет масштабируемых программных решений для предприятий в области управления жизненным циклом изделий. И основная фишка – это малокодовый подход, то есть возможность разработки этого приложения на основе готовых модулей людьми без какого-то специального образования в области программирования. Среди клиентов компании присутствуют такие гиганты, как Airbus, General Electric, General Motors и Microsoft. Основная идея системы управления расчетными данными – это их хранение и повторное использование. Ключевое преимущество решения от ANSYS – это первая открытая архитектура, которая позволяет интегрировать сторонние продукты вне зависимости от вендора, то есть это не обязательно нужны продукты ANSYS, это могут быть продукты сторонних компаний, также программы собственной разработки, также возможность использования ресурсов высокопроизводительных вычислений, и в Minerva есть встроенные инструменты для совместной работы, такие как постановка задач, распределение ролей и контроль выполнения этих задач. Основной интерфейс Minerva, он представляет собой веб-интерфейс, без преимущества – это простой вид, интуитивно понятный. После того, как вы входите в систему на главной странице, в зависимости от роли пользователя, в быстром доступе присутствует информация, для конструктора, расчетчика или водителя отдела разная информация, также есть возможность установки различных виджетов для доступа к статистике, мониторингу статусов задач и графика выполнения. Что касается работы с данными, то работа с данными происходит по принципу, как в проводнике Windows, опять же, в соответствии с настройками доступа пользователя, он может загружать, просматривать, редактировать, удалять файлы, имеет возможность быстрого поиска по различным параметрам. Кроме того, Bansys Minerva нейтрально относится ко всем типам файлов, и в системе можно управлять любыми файлами, которые вы настроите. К примеру, по умолчанию есть глубокая интеграция с архивами Workbench, файлами WBPZ, и они представляют собой не просто файл, как черный ящик, который нельзя открыть, а вы можете раскрыть всю внутреннюю структуру. Кроме того, из файлов, находящихся в данном архиве, возможно извлечение метаданных и быстрый просмотр этой информации, что облегчает различную работу с архивами. И раз я уже сказал про метаданные, то стоит сказать, что это такое. Это, по сути, данные о данных, это могут быть свойства расчетов, какие-то параметры, определенные в модели. Опять же, по умолчанию есть определенные метаданные, которые извлекаются из файлов представленных форматов. Кроме того, можно самому настроить пользовательское извлечение метаданных из других форматов данных. С помощью метаданных вы можете легко проверить, что было в расчете. Например, если вы видите на правой картинке снизу, видно, что из дополнительных моделей в данном случае было подключено такое уравнение энергии, модель турбулентности Кэпсилон, что задача решалась в стационарной постановке. Решатель был распределен, и также увидеть список материалов и сеточных зон, которые использовались в модели, не открывая файл. Также метаданные извлекаются не только из КЕшных файлов, но и из файлов геометрии, из КАЗовской, КАТИ, СОЛЬДВОРКС, НИКС и так далее. Следующая возможность – это встроенная визуализация файлов КАТ, КАЕ, то есть поддерживаются все стандартные форматы, а также файлы ФЛУЕНТ и ПДЛ, ДБ или ЦДБ. Кроме того, есть возможность управления доступом к файлам. Для каждого объекта на разных стадиях жизненного цикла можно настроить эти параметры доступа в зависимости от того, какой группе пользователей принадлежит, либо для конкретных пользователей разграничить эти права. Кроме этого, есть управление версиями, можно просматривать все дерево с историей изменений файла. Что касается администрирования, то в НСИС МЕРВЕ есть простые инструменты для полного контроля за системой, то есть можно отображать полную историю хранения всех данных, опять же, разграничивать доступ в зависимости от групп пользователей и также есть возможность выполнения архивации данных. Поскольку в БАИ-системе СПДМ – это все-таки система для совместной работы, то нужны инструменты для взаимодействия, и в МЕРВЕ есть три основные способа для взаимодействия. Первое – это вы можете отправить ссылку пользователям на какой-то определенный элемент в системе, и при переходе по этой ссылке он сразу туда попадает. Второе – это можно еще создавать закладки к конкретным элементам, их можно привязывать к существующим форумам или также делиться с кем-то. Второе – это случай, когда вы открываете какой-то файл для просмотра, и вы можете спросить у человека, который создал этот файл или отправил вам его, спросить, что вас интересует, начать обсуждение, и вся эта история обсуждения будет привязана непосредственно к этому элементу. Также есть возможность создания форумов для обмена идеями по какой-то теме. Также есть возможность отправлять снимки, изображения и уже в интерфейсе эти изображения редактировать, отмечая какие-то проблемные зоны, добавляя текст или пометки на это изображение. В качестве примера, в рамках бизнес-процесса, основное взаимодействие между конструктором и расчетчиком осуществляется через запросы, и для запроса можно использовать как заготовленные шаблоны какой-то задачи, либо добавлять задачи в процессе работы над запросом. Какие есть возможности? Это отслеживать, ну, то есть, первое, в запросе назначать ответственного, потом есть этап проверки, распределение по исполнителям задач, контроль выполнения этих задач, по итогу утверждения и неутверждения результатов каждого расчета, и в конце, когда запрос завершен, архивация, когда изменения как этого запроса уже больше невозможны. Как я сказал, каждый запрос включает в себя ряд заданий, и в рамках задания доступно также отслеживание входных-выходных данных, которые используются для этого задания. Например, у вас есть задание подготовить геометрию к расчету, и тогда в рамках процесса входным файлом будет всегда какой-то кат-файл, подготовленный конструктором, а на выходе вы будете иметь упрощенную геометрию, пригодную для расчета. Кроме возможности локального выполнения заданий для определенных типов файлов, есть возможность выполнения этих заданий удаленно на высокопроизводительных кластерах. По умолчанию эта возможность поддерживается для продуктов Electronic Desktop, Fluent и механики. И еще, возможно, через скрипты Python обновление проектов Workbench. Также в процессе счета на кластере у вас есть возможности мониторинга процесса решения. Далее я предлагаю взглянуть на небольшой пример реализации системы NXIS Minerva, и как в рамках этой платформы выглядит один из этапов рабочего процесса разработки изделия. В этом упрощенном примере мы положим, что конструктор нарисовал какую-то геометрию будущего изделия и требуется провести ряд счастных расчетов. Он создает запрос в Minerva, запрос входит руководителю расчетной группы, который рассматривает запрос, передает задачу двум своим подчиненным, и запрос разбивает на две задачи. Первая – это подготовка к геометрии, и вторая – непосредственно сам расчет. По завершении работы счетного отдела конструктору возвращается отчет, и он дальше решает, что ему делать с этой конструкцией дальше. Начнем с того, что зайдем в систему в роли конструктора. Для этого переходим по соответствующей ссылке, вводим логин, пароль, попадаем на стартовую страницу ANXIS Minerva, создадим новый запрос. Для этого переходим во вкладку WorkRequest. Новый запрос. Указываем название запроса ответственного, и из подготовленных шаблонов выбираем тип запроса. После того, как основные данные заполнены, требуется добавить задание и другие необходимые входные данные. В качестве технического задания выберем уже существующий в системе файл, который теперь будет связан с этим запросом. Что касается входного файла геометрии, то положим, что конструктор подготовил его работы локально на своем персональном компьютере, и в системе этого файла пока нет. В таком случае он может просто перетащить этот файл из проводника, прямо в окно браузера, и после этого в системе файл будет доступен. Теперь можно отправлять запрос дальше. Руководитель расчетных групп приходит в e-mail на новом запросе, он входит в систему, и в списке задач может видеть один новый запрос на расчет. Передя в соответствующую вкладку, руководитель может просмотреть ТЗ и другие документы, которые приложены к заданию. В данном случае здесь просто PDF. Что касается геометрии, то в Minerva извлекается и отображается вся информация о модели. Кроме того, есть возможность визуализации этой модели прямо в браузере. Предположим, что руководитель считает, что с входными данными все в порядке, и сфокусируемся теперь на заданиях, которые существуют в рамках этой задачи. Нам нужно назначить исполнителей, которые будут выполнять эти два задания. Подготовка геометрии и установка решения задачи. Пусть за подготовку геометрии будет отвечать пользователь Давид, а расчет выполнять человек с именем Андрей. После того, как исполнители назначены, можно вернуться к списку заданий, где теперь видно исполнителей. Теперь руководитель может отменить запрос как рассмотренный и передать его в дальнейшую работу. Заметьте, что цвет столбца изменился, сигнализируя тем самым, что первое задание сейчас активно и находится в работе. Теперь в систему входит пользователь, которому поступило задание подготовить геометрию для расчета. В списке заданий появилось новое задание. И при переходе по ссылке пользователь попадает на страницу, связанную с этим заданием. Заметьте, что к заданию автоматически прикрепился файл геометрии, который был приложен к изначальному запросу. И непосредственно из интерфейса мы запускаем приложение для работы с геометрией. В нашем случае это SpaceClaim. Для простоты удалим только все скругления в модели и после чего сохраним файл. Выходим из SpaceClaim. И закрытие приложения активирует службу Minerva, которая подтягивает выходные файлы, которые были созданы этим приложением. И эти файлы теперь отображаются во вкладке Output. В нашем случае это файл геометрии SpaceClaim. Ну и на этом этап подготовки геометрии можно завершить и перейти ко второму этапу. Небольшое отступление. Посмотрим, как запрос и задания связаны друг с другом в NCS Minerva. Видим, что задание 25 связано с запросом 14. Во вкладке с заданием мы опять видим номер этого задания 25. И следующее задание номер 26. Отмечено, что находится в работе. После того, как геометрия подготовлена к работе, приступает расчетчик. Он поступил в оповещение по e-mail, теперь входит в систему, приходит в списку задач, видит, что ему поступила новая задача под номером 26. Заметьте, что файл геометрии, созданный на предыдущем этапе, также автоматом подтянулся и является входным файлом для этой задачи. И теперь расчетчик может открыть этот файл в любом приложении, которое настроено в системе. В нашем примере мы открываем этот файл в Workbench. Заметьте, что Workbench запускается с уже созданным шаблоном для статического расчета прочности. Более того, геометрия уже подгружена, и мы можем сразу переходить в Mechanical для решения задачи. Мы не будем тратить время на подготовку расчета решения задач, сразу перейдем к обработке результатов. Но перед сохранением стандартных файлов и результатов сохраним результат в формате AVZ, это формат ANSYS Viewer, и этот файл будет позже полезен пользователю, который отправлял запрос на расчет. Он сможет просмотреть результаты прямо в интерфейсе ANSYS Minerva. После завершения расчета мы сохраняем проект и выходим из Workbench. Как и в предыдущем случае, все выходные файлы проекта, которые были созданы, подтягиваются в ANSYS Minerva автоматически и включая AVZ-файл, что мы создали. Доступна визуализация этого файла прямо в окне браузера, что позволяет просмотреть результаты тем людям, у которых не установлен ANSYS на компьютере. После завершения расчета конструктор, который отправлял запрос, может посмотреть результаты и отчет, если он есть, перейдя к выходным файлам соответствующего запроса. В нашем случае есть только AVZ-файл, созданный в механике. Он может посмотреть результаты, если нужно на доске обсуждения, связанном с этим файлом, задать вопрос расчетчику, и вся история обсуждения при этом, конечно, сохранится. Предположим, что результаты расчета его устраивают, и теперь можно закрыть запрос. Также статус запросов можно рассмотреть во вкладке Work Request, где статус этого запроса отмечен как завершен. Наконец, спустя какое-то время, мы хотим вернуться к этому запросу, чтобы посмотреть, какие файлы были использованы в запросе и какие были получены результаты. Открыв список всех запросов, мы можем отфильтровать их по ключевым словам, например, по номеру проекта или по состоянию. К счастью, у нас только один запрос завершен, и мы можем перейти к просмотру структуры этого проекта. В структуре проекта видны все взаимосвязи между файлами и людьми, которые над ними работали. Например, мы можем выбрать степ-файл геометрии крыльчатки, который был использован для запроса, рассмотренного ранее, и посмотреть его использование в других запросах. В данном случае этот файл использовался еще в трех запросах, номер 4, 9 и 14, к которым мы можем перейти и также посмотреть, что там были за результаты. Чтобы подвести итоги, вернемся к схеме, что было в начале демонстрации. С позиции конструктора ANSIS Minerva это единый инструмент для заведения запросов и просмотра результатов этих запросов. С позиции руководителя счетного отдела этот продукт представляет простые инструменты для распределения задач по исполнителям и контролю за их выполнением, а расчетчик благодаря Minerva может иметь всю необходимую информацию для расчета в одном месте, включая исходные файлы, файлы результатов, что облегчает повторное использование предыдущих расчетов. Чтобы подытожить, Minerva является единым местом хранения знаний и лучших практик в области численного моделирования, что может помочь сократить будущие затраты на разработку и эффективнее использовать ресурсы предприятия. Предлагаю закончить на этом. Если вы хотите задать вопрос лично мне, то вы можете написать на нашу общую почту info.sobaka.plmural.ru в письме укажите, пожалуйста, в тему письма для Алексея Ковязина. Я обязательно отвечу. Также не забывайте подписываться на ссылку от компании нашей, чтобы быть в курсе всех новых вебинаров. Сайт также указан. Если у вас есть другие вопросы по продуктам, можете задать их на нашем форуме. Всем хорошего дня. Спасибо за внимание.